Молдова продолжает нарушать ранее достигнутые договоренности. Вот уже несколько недель, вопреки всем соглашениям, в Дубосарском районе молдавская техника разрабатывают карьер. При этом добывать песок с гравием планируют на нашей территории. По документам эти земли принадлежат дубосарским дачникам. Это не санкционированные, абсолютно нелегитимные действия молдавского юридического лица. Там не просто они возобновились, но и карьер стал глубже, больше. Были в одностороннем порядке демонтированы линии опор электропередач и так далее. То есть все это угрожает жизни людей, которые там находятся, тех людей, которые живут в Садовом кооперативе, Дубосарский энергетик. Не дай бог, если произойдет какая-то ситуация, конечно, определенные силы и представители должны нести ответственность за это. Нет решения и в другой проблеме банковское взаимодействие. Накануне прошла встреча экспертов по данной теме. От Приднестровья за столом переговоров был председатель Центробанка Владислав Тидва. Наша делегация призвала отказаться от ограничительных мер и предложила сверить данные. А именно, сколько счетов предприятий Приднестровья открыто в банках Молдовы. Но такая идея Кишиневу не понравилась, ответили отказом. Кишинев намеренно создает давление на банковский сектор Приднестровья, на предприятия Приднестровья. Это новый виток банковской блокады, мы считаем. И со мной сегодня согласились с международной партнерой, потому что мы, продавая электроэнергию, получаем леевую массу, хотим закупать сырье и товары и так далее, а для конвертации такой возможности нет. То есть абсолютно нелогичная позиция Кишинева. При всем при том, что работа во взаимодействии с банковской системой Молдовы, мы делаем это взаимодействие, естественно, понятным, прозрачным и так далее. Поэтому позиция Кишинева нелогична. Я не вижу ее поддержки этой позиции со стороны других участников, и альтернативы взаимодействию банковских систем не существует. О банковском давлении в том числе Приднестровская сторона намерена говорить на международных площадках. Тему поднимут и на предстоящей 29 октября встречи президентов Приднестровья и Молдовы. А уже в начале ноября актуальные вопросы переговорного процесса будут в центре внимания неформальной баварской конференции. Туда приедут участники постоянного совещания в формате 5 плюс 2.